40 лет на страже здоровья односельчан. Молодой специалист Ольга Хабарова приехала в деревню Андик по распределению после медицинского училища в начале 80-х. Спустя 40 лет фельдшеру, заведующей деревенским ФАПом, присвоили высокую государственную награду. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». С деревенским фельдшером вас познакомит Александра Литкова. Ольга Афанасьевна, мы пришли вас поздравить сегодня с праздником, в воскресенье, день медицинского работника. Несмотря на то, что день медицинского работника будет отмечаться 20 июня, поздравления с профессиональным праздником Ольга Хабарова принимает с самого утра. Еще бы, единственного медика в деревне здесь вожают все. Ольга Афанасьевна – это отзывчивый, добрый, всегда придет на помощь человек. В трудную минуту окажет содействие, а также надежный друг. Вот из всех, скажем, людей, которые здесь, мы с ней вот уже дружим 18 лет. И большое ей спасибо за ее работу, за ее отзывчивость, добросовестное отношение к работе. После получения образования уроженка Няндамы по распределению приехала в Ниньцкий округ. Как тогда думала, всего на полгода. А оказалось, навсегда. Условия труда тогда были не самые легкие. Все, конечно, было, но было того времени. А сейчас у нас все современное. Во-первых, холодильник у нас был маленький такой, а сейчас у нас три холодильника. И для вакцин, и для аптечного пункта, и для, как говорится, хладоэлементов. У нас все, конечно, есть. А тогда мы все приспосабливали. И получалось так, что тоже помещение было небольшое, но было уютно. А сейчас работать, как говорится, одно загляденье, одна мечта. Все есть. И тепло, и светло. Фельдшер высшей категории с ностальгией вспоминает времена, когда 40 лет назад жизнь в этой маленькой деревне кипела. Когда я вот сюда приехала, у нас действительно была очень большая школа. Два интерната. Интернат мальчиков, интернат девочек. И училась в школе 186 человек. Школьники у нас были Нарыга, Антик и Нельминус. И в результате получается так, что население было очень большое. 186 человек учеников. А все население было где-то в пределах 400. 368, потом 342, 302, 286. А на данный момент проживает, и я вот обслуживаю, которые конкретно здесь живут, 106 человек. Из них 24 ребенка. За многолетний добросовестный труд в этом году Ольге Хабаровой присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Как признается наша героиня, быть медицинским работником – это ее призвание. И она ни разу не пожалела о выборе своей профессии и переезде в Ненецкий округ. Это, как говорится, моя судьба, мое призвание. Я свою работу очень сильно люблю. Это, и не зря как бы, ну, значит, так надо. Приехала сюда, осталась, вышла замуж. В 1985 году с подругой мы хотели съездить, поработать в Афганистане. Но нас не взяли, потому что мы фельдшера, а там нужны были медсестры. И получилось так, что я в 1986 году вышла замуж и осталась здесь. У меня двое детей, сын, дочь, прекрасный муж, который мне во всем помогает. И получается так, что я здесь встретила очень хороших друзей, настоящих друзей. А еще этим летом в Андиге ждут долгожданное событие. Деревенский ФАП переедет в новое здание.